Штаны сняли! Штаны сняли! Вчера в разгар трудового дня в Екатеринбургском торгующем и развлекающем центре Фанфан случился очередной конфликт охраны с посетителем такой мощности, что потребовалась помощь Росгвардии. А главный затеяник этой заварушки остался без штанов, о чем и объявлял громогласно. Версии насчет первопричин разнятся не сильно. Все сходятся в том, что мужчина пытался вломиться в ТЦ, игнорируя охрану, то есть не предъявляя QR-кода и без маски. Вопрос, зачем? Вот тут одни считают, что просто так, из принципа. Другие уверены, что гражданин что-то употребнул, был агрессивен до крайности и представлял для окружающих опасность, отрицать которую невозможно даже ковид-диссидентам. QR-кода нету видно. Просто ни за что слышу маску трясу. Серьезно? Оказано. Некоторые уверены даже, что был обезврежен неадекват под наркотой. Например, начальник охраны Фан-Фана Артем Болотов, человек, который просто обязан быть в курсе, рассказал вот что, цитата по Е1. Человек провоцировал драку, угрожал. Он зашел и с порога начал говорить, что готов всех здесь побить, и что вот договорит по телефону и начнет. При этом он был без санитарной гигиенической маски, QR-код и документы, удостоверяющие личность, он не предоставил. Вел себя очень агрессивно, по-хамски. Все сопровождал нецензурной бронью. Конец цитаты. Мы, конечно, отражаем, что изложение точки зрения только одной стороны всегда чревато однобокостью. Но тут вторую сторону можно было слышать только с цензурой. Мы понимаем, что начальник охраны просто не может быть не заинтересован в том, чтобы действия его сотрудников выглядели максимально корректно. И наш мудрый зритель, надеемся, сам все понимает и отфильтрует. И, тем не менее, продолжим его цитировать, хотя бы потому, что он объективно просто знает по делу больше всех. Поэтому еще цитата. «Человек пинается, щипается, пытается ударить, плюет в лицо сотрудникам охраны. Он пытается разбить себе голову. Сделали все возможное, чтобы он сам себе не причинил телесных повреждений. Мы не нанесли ему ни одного удара. На месте был представитель администрации торгового центра, и все сошлись во мнении, что, скорее всего, у человека было наркотическое отравление. Возможно, у него будет дополнительная статья «Невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов». Конец всех цитат. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.